На первый взгляд, никаких работ на этом перекрестке Галактионовской и Красноармейской не ведется. О том, что здесь полным ходом идет строительство станции метро Театральная, прохожим говорят. Разве что перекрыты улицы, ограждения и информационные баннеры. На самом деле, работы и на Галактионовской, и в прилегающих скверах кипят. А непосредственно на перекрестке они сосредоточены под землей. Поэтому оценить их масштаб пока могут только специалисты и участники процесса. Работы выполняются строго по графику. Об этом рассказали на совещании в мэрии, которое прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Под дорогой проезжей частью Красноармейской уже протянут водовод. Для переустройства коммуникации властям, заказчику и подрядчику удалось найти компромисс с собственниками, расположенной на углу столовой. Ведению работ по строительству метро она не мешает. И с сегодняшнего дня таким же образом, закрытым способом, совершенно незаметно для автомобилистов и пешеходов, начали делать прокол через Галактионовскую. Из-за чего водовод выносит? Он раньше проходил по улице Красноармейской, но так как там заканчивается тягопонизительная подстанция станционного комплекса, его пришлось вынести кольцом чуть дальше. Как раз-таки прокололи под столовушкой, повернули его через Галактионовскую, вышли, выйдут через неделю на противоположной стороне. Потом кольцо замкнется через лотты и уйдет опять по Красноармейской, по ранее подлегающей территории. Там сложность по воде состоится, что нужно делать врезку в действующую сеть, которая идет межпути, я так называю, по Красноармейской. Вот здесь на сегодняшний день находим компромисс, где две врезки нужно будет сделать. Это будет в объеме трех-четырех дней делаться, не более того. На это время движение на пересечении Галактионовской и Красноармейской будет перекрыто. Работа по врезкам планируется начать под выходные, когда нет напряженного дорожного трафика. На следующей неделе заказчик и подрядчик предоставят график ближайших работ. Власти подчеркивают, что одной из приоритетных задач в ходе строительства метро остается минимизация неудобств для горожан. Кроме того, в дальнейшем на этом перекрестке предстоит продолжить перенос сетей. Чтобы свести неудобства жителей к минимуму, эти работы будут проводиться в праздничные дни с 30 декабря по 8 января. Проезд на перекрестке в этот период будет сужен на ширину одной полосы. На период, когда трамваи следовать через перекресток не смогут, перевозки горожан будут осуществляться автобусами. Что касается ближайших дней, то как только водовод переподключат, а это должно произойти в конце следующей недели, начнутся основные работы. Уже заключены два государственных контракта на разработку стартовых котлованов. Сначала работы развернутся во всем масштабе на улице Галактионовской. Вскрывают котлован, начинают разработку, в ближайшее время полностью дойдут до отметки 20 метров глубиной. И в начале декабря, ближе к началу декабря, привезут тоннель-проходческий механизированный комплекс. Начнут его складирование, в середине декабря начнется монтаж уже непосредственно в стартовом котловане будущего, счета, который пойдет на улицу Полевой. На пересечении Полевой и Новосадовой также скоро появится стартовый котлован. Вынос коммуникаций там перешел на завершающую стадию. На сегодня эта задача выполнена на 70%. С начала декабря планируется начать буровые работы. После окончания работ по восстановлению благоустройства, схема организации дорожного движения претерпит изменения. Схема организации дорожного движения изменится после того, как завершится восстановление благоустройства проезжей части дорог, задействованных в выносе сетевых коммуникаций. Будут открыты две полосы движения вверх по Полевой. Также будет возможен правоповоротный маневр с улицы Самарской на Полевую. Помимо этого планируют оставить свободное одну полосу улицы Новосадовой при следовании от Первомайской с выездом на улицу Полевую. Сейчас площадку строительства в районе улицы Новосадовой-Полевой увеличивают. Постепенно монтируют новые ограждения вплоть до улицы Первомайской. Тревогу жителей дома, расположенного на пересечении Полевой и Новосадовой, напротив ресторана быстрого питания, вызвал тротуар, на котором некоторое время назад заметили дефекты покрытия. Строители обследовали участок, выполнили первостепенные работы, завершив при этом восстановление старых сетей. Поставили там маячки и держат ситуацию на контроле. Жители заверяют, что беспокоиться не стоит. Все необходимые меры предпринимаются. Безопасно в данной ситуации. Сделают усиление по части фундамента, потому что сейчас берут изыскание по поводу фундамента. Ничего на сегодняшний день сверхординарного не происходит. Еще раз повторяю, на любой стройке всегда возникают какие-то либо вопросы. На временном проходе по тротуару рядом с домом, банком и кафе уложен дощатый настил. В дальнейшем локацию полностью благоустроят. На этом перекрестке все работы, связанные со строительством метро, также организованы в соответствии с графиком. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События.